Здравствуйте, добро пожаловать на портал Немроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня я расскажу о наборе в новые терапевтические группы, о том, как это, для чего это, и как это работает, и кого я жду, для кого эти группы будут полезны, и так далее. Итак, уже много лет проходят групповые занятия для тех, кто не может приехать в Москву, для ребят из других городов, регионов и стран. Начну с того, что я разделяю лично для себя клиентов на две категории. Ввиду этого есть два групповых аспекта. Первая категория клиентов – это те ребята, которые имеют жалобу, касающихся прежде всего симптомов. Симптомов вегетососудистых проявлений, вегетативного характера, дисфункциональных, функциональных состояний, головокружение, тремор, тахикардия, ком в горле, затрудненное дыхание, диарея. В общем, все вы это знаете, уже исходя из канала Немроза Мегаполиса. Для таких клиентов прежде всего необходим краткосрочный курс, на котором я буду очень плотно объяснять и давать упражнения с домашними заданиями. По работе с панической атакой, по работе с самим вегетативным напряжением, по работе со страхом за сердце кардиофобии, по работе со страхом самостоятельно передвигаться, потому что человек боится упасть в обморок, по работе с навязчивыми мыслями потерять контроль, сойти с ума, по работе с социальным страхом опозориться, произойти плохое впечатление. Вот такая узкая группа жалоб, прежде всего за свое здоровье, прежде всего за самостоятельное передвижение, и за социальные страхи, и за навязчивые мысли контроля и сумасшествия. Вот этим занимаемся мы в базовых группах, которые идут всего лишь две недели. Я изменил формат. Две недели четыре занятия. Два раза в неделю мы будем работать плотно только с симптомом. Мы не будем трогать никаких мировоззренческих аспектов глубоких, да, невротических. Мы будем шарашить исключительно по вашим паническим атакам, исключительно по вашему пониманию, что у вас вегетососудистая дистония, что с этим делать и как. И, естественно, с вашими мыслями, социальными страхами. Нам на это потребуется две недели, четыре встречи. Значит, я набираю только десять человек. Вот в эту группу объясню, почему десять, почему не сто. Но я мог бы сказать о том, что это будет, знаете, в вебинар-формате, где я буду просто читать лекцию, а вы будете просто слушать это, да. Но я для себя решил, что мне так работать неинтересно. И я хочу увидеть вас, прежде всего. Объясню сейчас почему. И я хочу разговаривать с каждым из вас. Аспект моей работы заключается не в том, чтобы дать какие-то широкие информативные методы, и на этом как бы всё будет закончено. А задача моя заключается в том, чтобы каждому из вас, каждому из членов группы подойти индивидуально. Ведь если задаться вопросом, каждый из вас понимает панику по-своему, вегетативное напряжение по-своему. И вот такой популярный формат в виде вебинара, например, он не подойдёт многим, потому что кому-то он подойдёт, а кому-то не подойдёт, нужны уточнения. И вот в формате просто вебинара, где я вас не вижу, не могу с каждым из вас поговорить, задать уточняющие вопросы с вашей стороны. Мне на них детально ответить невозможно. Соответственно, я жду только 10 человек, которые будут участвовать вот в этой группе, она называется «Базовая». Это для тех, кто хочет дальше работать со мной в группе «Основная», о которой я сейчас буду говорить. Итак, если ты хочешь начать заниматься со мной персонально, и ты готов, то уточню сейчас числа и время. Значит, с 19 августа со среды я начинаю уже эту группу. Она будет проходить в интернете, соответственно, в специальной программе, где мы будем друг друга видеть. Мы все познакомимся и начнём сразу. Четыре встречи по два часа. Первая встреча произойдёт 19 августа в 19.00. Вторая встреча в субботу, 22 августа в 15.00. Следующая третья встреча в среду, 26 августа в 19.00. И четвёртая в субботу, 29.00 в 15.00. Вот эти четыре встречи мы будем заниматься следующим. На первой встрече я буду рассказывать исключительно об упражнениях, опять же, паника, агорофобия, страх за сердце, кардиофобия, паническая атака. За эти два часа я расскажу все упражнения, и мы подберём каждому из членов группы те упражнения, которые ему необходимы для работы с симптоматикой. И будут даны домашние задания. На второй встрече я уже буду проверять выполненные домашние задания и смотреть, что получилось, что нет. Будем работать над ошибками, что-то повторять и опять получать домашние задания. На третьей встрече мы опять будем работать над ошибками, опять давать домашние задания и опять это исправлять. И вот так четыре раза. Соответственно, за эти четыре встречи, как минимум, вы справитесь с теми проблемами, с которыми вы пришли ко мне, из-за того, что вы не знали, и получите комплекс упражнений на будущее для вас, для ваших друзей, ну, прежде всего для вас, конечно. Конечно. Затем, с, сейчас скажу, какого, с, 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 это теперь сейчас касается всех остальных, кто получил это видео по рассылке или ВКонтакте. С 31 августа и 1 сентября набираются две общие основные терапевтические группы по 8-9 человек в каждой, опять в той же самой программе, где я буду видеть друг друга. Если вы прошли базовый курс, о котором я только что говорил, это две недели по работе с симптоматикой, затем вы можете, если вам, например, хочется работать дальше, ну, скорее всего, захочется, мы будем уже работать в базовой группе, простите, в основной группе, не с симптомом, потому что паническая атака, агорофобия не является основной проблемой. Она является проблемой исключительно упражнений и не вашего незнания. А вот дальше 4 месяца мы будем с вами плотно работать над тем, что является вашим неврозом, то есть ваш взгляд на мир, взгляд на себя, на окружающих, на обстоятельства, которые, собственно говоря, и спровоцировали невротический выход в симптом, и над теми обстоятельствами, самое главное, которые до сих пор поддерживают. Ведь если у тебя начались панические атаки и страхи 2-3-5 лет назад и продолжаются до сих пор, это говорит не только о том, что у тебя есть некоторые фобические сомнения и незнания, но это еще и говорит о том, что у тебя сохранилось старое невротическое восприятие себя, мира, окружающих, которое вызывает твои эмоции, и ты эти эмоции испытываешь в виде вегетативных напряжений. Каким образом формируется, например, ипохондрия, ипохондрический синдром? Тогда, когда человек постоянно перебирает в себе какие-то заболевания. Знакомо тебе это? То это страшно, то это, то вдруг тут, а вдруг тут, а вдруг тут что-то не то, а вдруг такая болезнь, такая болезнь. Знакомо? Вот если твои фобии постоянно меняются, и они, как бы уже вся медицинская энциклопедия тобой изучена, запоминай. Это говорит о том, что у твоего невротического вот этого процесса создавать в себе какую-то проблему, искать в себе какую-то болезнь, есть определенное назначение. А именно ты поворачиваешься лицом к фобическому состоянию и ищешь себе определенные страшилки для того, чтобы не видеть реальную картину твоей жизни, которая вызывает то самое напряжение. И вот эта реальная картина, на самом деле, ты будешь удивлен, но она действительно-то связана муж, жена, дети, работа, родители, отношения, взаимоотношения в социуме, уверенность, самостоятельность, цели, успех. И вот там у тебя 100% не клеится. Но ты считал, что у тебя проблемы из-за здоровья, которые не могут дать тебе возможности и, значит, менять те обстоятельства, которые ты перечислил. Это абсолютно не так. У тебя сначала проблема в этих обстоятельствах, а потом у тебя проблема с вегетативным состоянием в виде эмоционального фона. И ты уходишь в постоянные навязчивости и страхи, чтобы как бы переключать свое внимание. Поэтому профессор Фройд и многие его последователи назвали вот эти фобические, невротические симптомы защитными механизмами. Потому что они действительно защищают во многом тебя от истинной проблематики твоей психики, от истинной проблематики твоего невротического воззрения. Да, опять же, это родители, отношения с ними, это самостоятельность, это принятие решений, это муж, жена, принятие решений в семье. Противоречия внутренние, пойти, не пойти, сделать, не сделать, бросить, не бросить, остаться, не остаться, какое решение принять и так далее. Вот над этим всем мы будем с тобой работать 4 месяца в группе основная. Но сначала, если ты испытываешь основные симптомы, я тебя приглашаю в группу базовая. Итак, группа базовая начинается с 19 августа, стоит она 5000 рублей за весь курс. Поверьте, на сегодняшний день 5000 рублей в Москве стоит практически 1-2 часа очного приема. А тут у нас 4 занятия по 2 часа, 8 часов мы будем с этим работать. А группа основная стоит 6000 рублей в месяц. В месяц у нас 4 занятия. Соответственно, делай выводы. В группе 8-10 человек. Все мы будем друг друга видеть. Я буду общаться с каждым человеком, задавать уточняющие вопросы, спрашивать, работать. Мы будем плакать, мы будем работать с эмоциональным состоянием. Когда вы поймете уже, что причина ваших страданий и вовсе не в вегетососудистой дистонии, и не в панике, и не в страхах. С этим мы будем справляться достаточно быстро. А причина ваших страданий заключается в нерешенных внутренних противоречиях, в вашем эмоциональном отношении к себе. Например, вы очень требовательны к себе. Например, вы очень требовательны к окружающим. И вот эти все убеждения, требования мы будем прорабатывать. Итак, с 19 августа стартует группа базовая, в ней 10 человек. А 31 августа и 1 сентября, это группа понедельник и вторник, стартует группа основная. Значит, понедельник и вторник группы основные, которые стартуют 31 августа и 1 сентября, работают в 20.00. А группа базовая, я уже сказал, там у нас, значит, среда и суббота. По субботам в 15, по средам в 19.00 Москвы. Что для этого надо? Вам, мне нужно, чтобы у вас была видеокамера встроенная или дополнительная, и какая-нибудь гарнитурка или микрофон, чтобы вас было слышно. И качественный интернет, это все. Как записаться? Значит, сразу, ребятки-котятки, предупреждаю. Вот на сегодняшний момент я, записывая этот ролик, имею 4 заявки в группу базовая. В группу основные не имею заявок, потому что я еще не открывал анонс. Вот только сейчас он открылся. Соответственно, в группу базовая для работы с базовым симптомом осталось примерно место 6-5. Рекомендую тем, у кого острые симптомы, прежде всего обратить на это внимание. Если у тебя симптомов, панических атак нету, и ты передвигаешься самостоятельно, страхов таких основных нет, навязчивости нет, но ты, например, посмотрел канал Невроза Мегаполиса, или ты обратился к сторонним специалистам, и тебе помогли справиться с панической атакой, с агорофобией, но ты понимаешь, что напряжение есть, и ты это чувствуешь, общая невротическая нереализованность есть, какая-то суета, общее напряжение, то добро пожаловать в группу основная, будем работать именно с этим. Для этого не нужно проходить группу базовая, если у тебя нет симптомов, приходи сразу в группу основная. Значит, как записаться? Поскольку группа базовая, просто путаю их еще, у нас начинается 19 августа, то мы уже сразу оплачиваем весь курс, то есть 5000 рублей, сразу при оплате ты патентуешь место в этой группе. Напомню, их всего 10. А вот группа продвинутая или основная, там не нужно сразу оплачивать, достаточно забронировать место, бронирование места в группе стоит 1000 рублей. Это означает, что ты оплачиваешь 1000 рублей, тем самым подтверждая свое участие. И оставшуюся сумму за первый месяц ты оплачиваешь после первой встречи. То есть мы прозанимаемся с тобой 31 августа или 1 сентября, смотря какую ты группу выберешь, и уже только потом ты оплатишь, соответственно, первый блок из четырех занятий. Таких блоков будет 4 всего, понятно, да? Вот. Ну, вроде все объяснил, чем будем заниматься. Если у тебя есть оплачняющие вопросы, ты можешь их задать, пожалуйста, вконтакте, в личных сообщениях, либо на почте неврозанетсобака.gmail.com, либо позвонив по телефону 8495-201-53-19. Не тяни, мест немного. Значит, в основную группу всего у нас 18 мест, в группу базовая для острых ребят 10 мест, 4 из которых уже зарядные предзабронированы, скажем так, да? Думаю, что после этого анонса достаточно быстро разберут группы. Если разберут, и ты не попадешь, что я тебе могу предложить? Могу предложить тебе блок вебинаров, который тоже продается на сайте Безневроза ТВ. Обязательно ознакомься с ним и работай по плану. Если уж ты не попал в группу, то это гораздо лучше, чем ничего вообще. Многим ребятам помогли именно эти вебинары и именно эти лекции. Их нету в общем доступе. Они не публиковались в Ютьюбе. Это отдельные материалы, там 12 вебинаров по 3 часа каждый. Значит, что еще? Ну, собственно говоря, наверное, все. Если ты в Москве, соответственно, записывайся на очные занятия, если ты имеешь возможность финансово стать привилегированным VIP-клиентом, ты можешь работать со мной по скайпу индивидуально. Но мое время очень ограничено, поэтому там очень мало людей, и стоит это не очень, скажем так, дешево. Индивидуальная работа со мной лично. Поэтому не тяни время, приходи в группу базовая, а затем приходи. Ты можешь, знаешь, как сделать? Если ты четко для себя понял, что ты дождался, и у тебя есть острые симптомы, тогда ты оплачиваешь группу базовая и оплачиваешь резерв в группу основная. Это будет вообще идеальным вариантом, потому что таким образом ты 100% начинаешь заниматься с 19 августа, и потом ты 100% начинаешь заниматься либо по понедельникам, либо по вторникам уже в конце августа. Вот для тебя это идеально. Ну и, соответственно, мы с тобой встретим Новый год, и я думаю, что уже этот Новый год ты будешь совершенно не только без симптомов таких ярких, но и совершенно с другим пониманием о том, как ты все это время жил, о том, что создавало твои эмоции, твое напряжение и твои страхи и сомнения. Я очень ответственный к своей работе, и я постараюсь делать все для того, чтобы тебе помочь. Маленький нюанс. В одном из своих видео я говорил о стиле психотерапевта. Я занимаюсь когнитивно-поведенческим методом психотерапии, и на сегодняшний день он единственный, который доказан научно. То есть взяли группу из 100 человек, которые не проходили психотерапию, взяли группу из 100 человек, которые проходили психотерапию когнитивно-поведенческую, и измерили их уровень напряжения, их уровень невротичности до и после. Вот группа, которая проходила курс когнитивно-поведенческой терапии, показала свою эффективность в 80% случаев тревожно-фобических расстройствах и в 65% случаев депрессии. Соответственно, могу объяснить потом, почему такая разница. Ну, давайте сейчас объясню, что потом-то. Объясняю. Тревожно-фобические неврозы при работе в когнитивно-поведенческой парадигме очень эффективно устраняются. Почему? Потому что суть тревожно-фобического невроза заключается в том, что ты имеешь определенные убеждения и искажения, которые создают твою панику, тревогу и беспокойство в целом. И справиться с ней на самом деле несложно. За 4,5-5 месяцев мы справимся как минимум процентов на 70-80 по обратной связи моих клиентов. А дальше ты уж сам будешь развиваться без меня, и у меня нет задачи посадить тебя на иглу психотерапии. А вот с депрессиями, допустим, чистыми, да, сложнее. Поэтому процент 65-70. Почему? Потому что в когнитивной модели депрессии очень много вопроса касается выбора. Выбора и мотивации клиента. Я об этом буду говорить подробно очень в группах, но вот именно в депрессивной работе с клиентами многое будет зависеть именно от выбора самого клиента. Как он выбирает жить и как он выбирает думать. Но к чему я это? К тому, что если взять, например, 10 когнитивных психотерапевтов и взять, например, тебя и попросить всех 10 психотерапевтов объяснить одну и ту же концепцию или один и тот же какой-то материал, все 10 психотерапевтов объяснят его по-своему и через свой, как бы, метод, через свою харизму, через свой жизненный опыт, через свои какие-то фишки, да, которыми они попытаются подойти к тебе в голову. Вот мой метод когнитинопоеденческий, но мой стиль, не могу назвать его там гениальным или каким-то необычным, это просто такой стиль. У меня стиль тренерский, поэтому в ассоциации когнитинопоеденческой терапии я даже в своей там анкете в разделе специалиста написал, что я личный тренер. И это я считаю очень правильно, потому что когнитинопоеденческая терапия во многом она тренерская, она наставническая, она во многом... Я себя внутри своей профессии ощущаю как личный тренер своих клиентов, а не как терапевт, который лечит больных людей. Понимаете? Я ощущаю себя в этой профессии как человек, который помогает своим клиентам понять в суть их мышление, которое создает проблему как в эффективности, так и в финансовой эффективности в отношениях с девушкой, с мужчинами, с мужьями, с женами. И я помогаю им через тренерский подход измениться и стать лучше и расти над собой, как следствие уменьшать свою тревогу, беспокойство, достигать результатов и так далее и тому подобное. Поэтому я лично ощущаю себя как тренер и мой стиль, он достаточно такой жесткий, директивный, тренерский, он достаточно прямолинейный, но кто со мной работал, тот знает. И многие это ценят, многие считают это моей особенностью. Наверное, это так. Кому-то я окажусь надменным, высокомерным, злым, агрессивным. Ну, наверное, я могу таким казаться для многих. А кто-то говорит, ну, наконец-то нашел человека, который не будет мне лизать задницу и наконец-то скажет, что, как и почему. Поэтому, если я близок к тебе по духу, если я близок к тебе по каким-то результатам, если я близок к тебе по своей харизме и подаче, я сразу же с тобой поработаю, нет никаких ограничений. Главное это твоё желание и главное это доверие, которое ты мне оказываешь и это самое важное между клиентом и терапевтом. Соответственно, пожалуйста, на сайте Безневроза ТВ уже есть прямые ссылки на бронирование группы основной и на оплаты группы базовой. Ещё раз рекомендую для острых клиентов начать группу базовой. Две недели мы плотно позанимаемся, затем перейдём в основную группу под названием Основная на 4 месяца. Ну что же, жду вас всех на своих занятиях. Вы дождались, кто хотел. Пожалуйста, начинаем. Будете со мной плотно работать. Никто не убежит от контакта со мной лично. Так что увидимся в группах. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok